Часа ночи. И в 5-6 утра пришли сдаваться человек 5-6 украинских солдат. Перевязаны, перебинтованы, ранены все. Этой ночью пришлось сдаваться 80 человек. Дошло только 7. Это Айдары, короче. Не, не Айдары, а Насгвардия. Открыли по Немогойку, которые и дали с ним. То есть, по их депериматизм. А что мешает сейчас оттуда прийти сюда? И вступить, допустим, в ряды ополчения. ВСУшникам? Свои же. Да, они просто не пройдут. Начиная от блокпоста стоят Айдары. Сначала Айдары стоят, а ВСУ уже потом. Они как бы, да. И среди них, тоже каждая улица свой полиция есть. Если где-то что-то, где-то какой-то разговор очень уже это всплывает. Так же самое среди них есть внедренный человек, который следит за психологическим поведением людей. Если увидел, кто-то что-то пошатнулся. То есть, уже используются какие-то такие фашистские методы ведения войны, да? О, кстати, еще. Недавно, когда это было, месяц назад, таксист привез паренека. Да, а паренек вроде был как с ополчения раньше когда-то. Этот паренек, не знаю, по каким причинам туда пошел. В общем, он там исчез. По телефону стало название таксиста, чтобы приехал, типа, его забрал. Ну, таксист повелся, как бы, поехал туда его забирать. Этого таксиста мы видели неделю назад. Оказывается, его забрали, тоже айдаровцы, и рассказывают, что произошло. Говорит, я только переступил мост, меня окружили военные, по голове стукнули пакет на голову, в багажник увезли. Оказывается, этот, который первый прошел, парень, не знаю для чего, сказал, что вот этот таксист, типа, как с ополчением. И вот он показывал, что с ним делали. В икры, вляжки, в плечи втыкали ножи ему. Поталивали, не знаю, что это, как-то у них называется. Прямо вот шрамы еще вот только зажили вот это все. Говорит, вы видели меня первый день, я говорю, это и синий был. Ну, и два ланоса. И машина его очень, да, ночью расстреляли, взорвалась. Одно расстреляли, а второе подорвали. А вот эта вот машина, что там стоит? Вот эта-то есть, это, это, если тут, в прошлый месяц, это ланос стоит, разбитый. А что там с ним за история получается? Второй ланос, это со значками. Да, 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 а он, знаковый ЛНР забыл снять. Приехал таксист человека, привез. Айдар увидели вот эти значки. Начали сдалека по машине стрелять. Он вышел с машины и спрятался. И когда подошли, они в упор его просто расстреляли, а его, говорят, забили ногами, ну, в больнице он умер. От получив травм. Это местные рассказывают уже, что произошло с ним. Потому что мы отсюда видели в бинокль, да? Мы его предупреждаем, кто отсюда ехал. А есть люди через Лиман по нижней дороге едут. Ну и по незнанию. И тем более там стоило две, одну машину они утащили, что сразу, после того, как это самое, раздолбали эти два ланоса. Одну машину утащили тягачем, а вторая помощь сгоревшая, вот сейчас и стоит около флага на тонн. А местные жители из Трухизбинки, они сюда ездят? Ходят. Ходят? Ну конечно. Что они рассказывают вообще? Вот что рассказывают, как они там себя ведут? Вот, кстати, на днях три бабушки ехали. Просто бабушки. Паски сюда они. Везли там немножко продуктов, а сиротам сюда на дурдом завезли. И говорят, стоят молодые айдаровцы и смеются, как они через мост от этого переправляются, там с велосипедами, там на камеру снимают, смеются с них там всего. И тем более, когда продукты выкидывают. Выкидывают. Нечего кормить ополчение. На мосты кидают. Нечего ополченца кормить и высвыривать все в сумку. В этом же дурдоме работает парнишка, он охранником работает. И говорит, шел с тормозком. Тормозок заставили выкинуть. Говорит, или ешь на месте, или выкидывай. А картошечка, кстати, здесь. У нас уже там посадка расцвела, плохо видно. Где флаг стоит, картошка, мешков 20, наверное. Какой-то, походу, предприниматель вез в детский сад сюда. Просто оттуда сюда перевезти. Ее айдаровцы изъяли и оставили. Сказали, нефиг кормить детей сепаратистов. Вот так вот. Картошечка до сих пор там стоит. Да. Ну а сейчас для гражданки построили деревянный мостик, чтобы они могли спокойно переходить. Да, кстати, на удивление что-то. Это самое. И нормально. Сейчас все не проходило один. Там мостик построили. Я даже сапогин дал, чтобы поводить. Я тут смотрю, деревянный мостик. Такое время поставили переходный. Да, вина. Это не по собственному желанию. Что-то не нужно. Местные говорили, что еще с вечера начали подтягивать они сюда людей. С утра вот люди шли вот туда на работу, кто куда. Начали говорить, что они здесь бегают по этой стороне. Несколько Уралов. Вооруженные до зубов. И с повязками вот это свой и чужой. Но их надевают в основном, когда уже перед боем непосредственно. Для чего они, не знаю. Ну мы тут боевые готовы. Ну. Началась вот эта по чуть-чуть стрельба сюда. АГС и минометы. И начали мы туда, никуда. Потому что вроде, как сказали, вроде может быть их не прорыв сюда. А мы для того и нужны, чтобы здесь как бы они не пошли. Какие они, как ты считаешь, цели преследовали? Ведь они прекрасно знают. Просто провокация, чтобы видео поснимать там какое-то. Потому что местные говорят, что уже, да, телевидение у них какое-то было. С камерой они бегали, снимали это все. То есть они могли на свою манеру это все перекрутить. Потому что наша была провокация. Хотя дальше стрелки мы это не пойдем. Насколько видели по украинским СМИ, они так и выставили, что именно провокация была с этой стороны. Ну как обычно. Даже сейчас слышишь? Да. Баловство, это днем и ночью продолжается. И неизвестно куда стреляют. Бывает сюда, да. Ну просто свистно. Деревья спасают, что начинаешь свист слышать. Ну и иногда почему-то со стороны полигона, в сторону Лимана. Да. Лиман они любят. Работают АГСами. На АГСами и этими маленькими. Детями. Получается по Красному Лиману, да? Они работают... Сколько тут? Метров 300-400 внизу улица. Не Красный Лиман, а просто Лиман. А, Лиман. Да, и там получается, что никого из заполчения нет. Вообще. Это нейтральная сторона получается. Там никого, там ни их, ни нас нет. Там просто гражданские. То же самое, как вот это, я не сейчас флаг повесил, это была нейтральная сторона. Это для нас, когда провокация, что под вам перед носом сейчас свой флажурчик вам повесил. Давно они повесили. На неделе, может, полторы висит. Ну да. Тоже, если кто приезжает, то это уши такой засыпает. На мосту стреляют. Ну, то есть, по большому счету, вот с вашей стороны вы не подаете на какие провокации, да? Да нет. У нас приказ нет. У нас приказ вот здесь. Резнь тишины, все. Мы ничего. Нет, вот если они, допустим, дошли вот сюда, тогда да. По виденным целям. Да, по виденным целям. А если цель не виден, ну что, допустим, вот они стреляют в посадке, что стрелять по посадке деревья, так как ветки. Ну да, толку нету. Толку нету. Ребята, ну, вот такой вопрос. Как вы считаете вообще, чем должна закончиться эта война и какими путями? Только политически может она закончиться? Да. Только политически. Другой, с мирными переговорами, да? Конечно. То есть... Там, в принципе, и нам, и им тоже поднадоела эта вся катавасия. А решает вот так. И чем закончится? Вот та территория, вот сейчас ЛНР, ДНР, да? Ну, общая. Новороссия, она так и должна остаться? Или быть автономной какой-то, или в составе федерации, или... В составе Украины уже никак. Слишком много потерь было. Только Новороссия будет. Ну, как бы мы сами будем. Плохо, хорошо мы будем сами. О, кстати, кассеты, чтобы она пускает. На сегодня полдня он собирает. Это 152, да? Ну, 152. Есть прямо вот, видишь, недавненько, блядь.